Хей, здорово народ, какие дела? С вами Сергей Хелле, вы смотрите Хеллплей, и сегодня мы будем играть в новинку, которую выпустили Ubisoft, Чиллд оф Лайн, смесь платформера или ролевой игры. Меня привлекла она, знаете, сказочным своим видом, я надеюсь на классный сюжет, она похожа на прикольную сказку, плюс элементы РПГ, вот, не в смысле, не гранатомёта, но вы понимаете, да, ролевой игры в смысле. Я в неё даже не заходил, не проходил обучение, единственное, что я, вот видите, выбрал платье Авроры, и мне, видимо, удалось какое-то особенное платье, они знают, что я тут ещё моднявый пацан, и дали мне какое-то другое платье, я вот выбрал Принцесса Ветра, не знаю, я надеюсь, наша героиня из-за этого не будет ветреной, и давайте всем героям подряд, но, ну, в общем, будем надеяться на её целомудрие. Урин сложности, средний или тяжёлый? Ну, давайте средний, потому что я не хардкорный плеер, и не на рекорды, то фигачиваю, поэтому, блин, я надеюсь, что-нибудь будет такое, нормально. Посмотрим, ребят, что здесь за сюжет, надеюсь, вы удобно устроились, я, кстати говоря, всё ещё болею, вот, и поэтому, если я покашливаю, иногда сопельки вот эти вот, вы не раздражаетесь. Послушай мой рассказ, без выдумок и без прикрас, давным-давно была страна... Не буду мешать, давайте послушаем. На дальних Австрии просторах жила дочь герцога Аврора. Любовь отца была бескрайней, что с мамой всё покрыто тайной. Был долго герцог одинок, Аврора он растил как мог, и вот решил он, что нужна ему в конце концов жена. Правильно мужик сделал, конечно. Сочная пятница пришла, и весть с собою принесла. Счастливый герцог и отец ведёт невесту под венец. Аврора спит, но в поздний час огонь в той комнате угас, и вот уже лежит она, как снег, бледна и хладна. Рассветный луч в окно проник, и осветил недвижный лик, и вопреки мольбам отца, румянец не ласкал лица. И вот Авроры больше нет, но это не конец. Нет-нет, проснётся девочка вот-вот, и в новый мир она войдёт. Блин, ну очень круто, ребят. А, не знаю, я обожаю, то есть, эээ, смотрите как красиво, я обожаю выдержанно всё как в сказке. Я надеюсь, это приключение вам понравится под чаёк и бутербродик, ну или чем вы там любите. Может быть за здоровое питание, и вы молодец, кушаете фрукты, жрёте гейнер там, или что ещё, протеинчик каваете. Вот, яйца взбиваете и пьёте сырыми. Молодцы, молодцы, следите своим здоровьем. Кто не следит, ну или просто любит иногда себя побаловать с татким чайком и с бутербродом, добро пожаловать в наш сказочный мир, я надеюсь, нам будет интересно. Надеюсь, что история действительно будет захватывающей, и эта сказка нам понравится. Юбисофт представляет. Сделали круто. Вот стих в начале, озвучка, мне очень понравилась, как голос девушки, который читал стих. Просто офигенный. И стих классный, ну прям, вы понимаете, да? Подача крутая. Пока мне очень нравится всё. Чё, начнём наши приключения. Наверное, они начнут с обучения, и я пока ещё не знаю, что с управлением. Девочка и светлячок. Это глава первая, я так понимаю. Так, ну, значит, управлять. Обычно АСДАВ. Я тут совсем одна, наш герой ещё параллельно даёт комментарии, что, кстати говоря, очень здорово. То есть мы знаем мнение. Прыгать, кстати говоря, здесь не на пробел, а на W. Вот. Пока мы не можем не атаковать ничего, давайте просто походим, мы можем идти направо, давайте пойдём, ну, наверх. Я люблю... А, нет, смотрите, мы... Сколько тут путей, вы посмотрите. Я могу и сюда пойти, и вот просто вот сюда, да? Смотрите, сверху какая-то птица фигица. Пойдёмте вниз, я не знаю. Ускоряться я не могу, ребят. Ребят, наш... Ой, ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой, ребят, меня свернуло на секунду, потому что у меня выскочило залипание клавиши, извините, пожалуйста. Нефиг Сергею долбить на shift. Здесь ничего нет. Надо, кстати, отключить залипание клавиши, вот эту фигню. Вы знаете, да, когда часто жмёте на shift, он типа... Как туда пройти, кстати? А вот туда мы не можем пройти, вот можем сюда пройти. Очень классно выполнена стилиза... О! Налево к дереву с шипами. Смотрите, да? Можем читать с вами. Ух ты! Смотрите, а что это такое блестящее наверху? Не знаю. Ветки, кстати говоря, видите, мы прыгаем, смотрите. Они, видите, и звук издают, и шатаются. Очень круто! Очень здорово! Пойдём дальше. Девочки у нас рыжеволосые. Вам вообще как... Рыжеволосые, то есть... Вам вообще как мужики-то, рыжие девочки? Мне нравятся рыженькие. Они, не знаю, очень много... Ну, как бы... Все девушки классные есть, да? Есть не очень рыженькие, есть очень рыженькие. Но вот рыженькие, что-то, по крайней мере, у меня в голове так засели, что они... Сексуальностью от них какой-то дополнительный веет. Но, возможно, я ошибаюсь. Я уверен, что если ваша девушка блондинка, или брюнетка, или шатенка, или... Там... Какие цвета сейчас даже может быть? Розовые волосы, может, она как сплэщится. Вот, тоже прекрасно, но... Направо к старому монастырю. Конечно, к богу! Не огонька! Здесь так темно, вот наша героиня говорит. Не огонька, говорит, здесь так темно. Ребят, я вот не знаю. Давайте... Во-первых, нацените снаряжение, самоцветы. Прият, самоцветок предметов, чтобы лучше... Ну, это, короче, понятно, да? Даже крафт есть, господи! А, мне дали какие-то самоцветы, когда я купил игру. То есть, ну, имейте это в виду. Вот, это не чит. Ничего такого. Навыки можем прокачать. Я не понимаю, мы до этого дойдем. Я хотел посмотреть насчет вверх, вниз, лево, право ли... А, ну, это понятно. Переместиться. Спейс нам. Взаимодействовать. Понятно, меню... А, ну все, я просто хотел убедиться, что мы не можем цепляться за... Пока на пробел мы ничего не можем делать. Взаимодействовать тоже. Я не могу понять, почему мы сюда не можем почему-то зацепиться. Видимо, нам надо только сюда идти, и нам не дают вернуться из-за этого обратно. Что мы можем? А, вот, мы можем двигать предметы. Зашибись. Как я и говорил, здесь смесь платформера и РПГ. Мы уже видим маленькую частицу платформера. Ребят, если кто-то здесь надеется услышать пошлые шутки, слишком пошлые и прочие угары, я думаю, что, к сожалению, я здесь вас не оправдаю своим повествованием этой истории. Потому что я, если честно, просто хочу... Просто хочу насладиться вместе с вами сценарием и этой игрой. И своими тупниками, потому что я туплю много. Но здесь я не затупил, и я сразу нашел выход, несмотря на то, что, видите, там нельзя было. Мы заберемся по деревьям, пройдем. Так. Направо к старому монастырю. Отлично, мы все еще идем на пути к Богу. Бог ведет нас, ведь Бог в каждом из нас, мужики. Я, несмотря на то, что не верю в Бога, на самом деле, мы уважаем, наверное, каждое мнение. Как бы, кто хочет, кто верит. Я так... О, зацените, паук! Блин, как красиво, мужики! Ну, извините, что я постоянно говорю слово, это очень красиво. Проснись! Какой ужасный сон! Никак не прекратится он! Надеюсь, тут стихами будут... Ах, папа, где же ты сейчас? Лишь ты один меня бы спас! Офигенно! Это прям... Оу! Зашибись! И тут нас... Откуда капает вода? На небе туч нет и следа. Вы кто? Хотел сказать я, что это в пальто, но обещал, что это будет поменьше. Роса еще свежа. Смахни ее с румяных щек. Как? Говорящий светлячок? Ах, у меня должно быть жар! Признаться, спился я с пути. Аврору нужно мне найти. Зачем? Она... Она, сэр, это я. Аврора? Сэр? Вот это да! О, сколько тайн земля хранит! Прошу вас шутки прекратить. Аврора, это я, чудной. Сказала... Сказали сразу бы. Я ж тупой! За мной, в смысле! Скорее поспешим вперед! Ведь нас лесная фея ждет! Ее глаза всегда смеются! Она поможет мне проснуться! Ну, видимо, да! Лесная фея, это хорошо. В принципе, мне никогда фея не делала ничего плохого. Несмотря на то, что я с ними никогда не встречался. Используйте мышку, чтобы перемещать нашего светлячка. Смотрите, он тужится такой. И светит. И у него есть заряд. Видите, слева под иконкой. О! Смотрите, гигант! Там сзади гигант! Гигант, гигантский! Круто! Прыгнем вниз, мужики! Ну, знаете, там часто хранится что-то. Ну, например, смерть моего персонажа, как это часто бывает. О, смотрите! Это ж типа секретка какая-то, или нет? Да, наверное. Давайте соберемся. Как сюда забраться-то? Никак. Видите? Смотрите, видите, так не видно, а так видно. Не могу туда забраться. А тут то же самое. О, сундук! Сергей знал, что здесь что-то есть. Это целебный эликсир. Откройте снаряжение. У нас есть целебный эликсир. Устанавливать 50% здоровья. Ход баров я пока, ход слотов здесь не вижу, мужики. Поэтому, то есть, мне выставить некуда. Возможно, потом появится. Может, я невнимательная скотина, но я уверен, что мы в будущем... Там какие-то классные оранжевые камушки. Коллекционеры были бы довольны, если бы. Как нам вниз спуститься, мужики? А вот. А что это горит на ветках? Подвески или амулеты? Все это магия огня. Они светить в ночном. Ля-ля. За рыжим... За рыжим, если мы пойдем, то больше огоньков найдем. Понятно. А, здорово. Мышкой будем собирать. На вкус попробуйте. Смелей. А, это хала, что ли? Ах, с папой было веселей. Кстати, вот он ей помогает. Вот, женщины. Блин, вот у вас такая натура. Вы любите? Кстати, мы сейчас... А, смотрите, тут какая-то баба плачет. Я так не говорил. Женская натура, да? Вот, смотрите. А, пришел светлячок, значит, да? Ну, помогает нам. Как бы у нас жопа, ну, мягко говоря. То есть, как бы мы не пойми где. Мы нас усыпили. И, ну, явно какая-то сведня творится здесь. И светлячок нам по-доброму помогает. А она такая, ну, фиг знает. Я не знаю. С папанькой было бы лучше. Ребята, извините на мою криворукость. Я хочу запрыгнуть туда. Я думаю, вам тоже интересно, что же там и почему там плачет призрак. Давайте. Я уверен, что туда следует зайти. Мы сейчас попробуем как-нибудь... Сейчас. Как-нибудь надо с разбегать. А как я спрыгнул? Надо как-то пробел, наверное, да? Сейчас, мужики, секунду. А! Почти! Здесь нет, к сожалению, ни двойного прыжка, ничего подобного. То есть, в будущем, возможно, будет. Ребята, извините, я хочу все-таки запрыгнуть. Давайте. Давай! Я верю в тебя, женщина! У тебя должно быть... А! Ладно, пропустим. Я надеюсь, что мы сможем там как-нибудь туда зайти. Не хочет нас сюда пускать. Хотя мне все-таки кажется, что отсюда надо зайти. Ну, потому что, видите, вот это вот, вот. Видите, эта платформа, она специально, чтобы с нее можно было спрыгнуть. Вот здесь я не могу спрыгнуть. А вот, давайте максимально подойдем. А-а-а-а! Не-не-не-не! Ладно, все. Извините, пойдем дальше. Потом вернемся. Здесь наверняка такой полу относительно открытый мир. Но вы знаете, когда можно возвращаться в прежние локации и переходить. То, что вот там вот дерево с шипами. Помните, нам в самом начале указывало? Не взаима... А, вот, собрали. И... А-а-а, вот как они. Видите, светящийся, оказывается, это... И вот, и там было дерево с шипами, и... Значит, нам можно будет вернуться, и... Смотрите, какие-то фрукты. А-а-а! О, смотрите, первая загадка! Ух ты! Вау-вау! Офигенно! Ну что, свободен путь теперь? Зачем тут, интересно, дверь? Давайте я светящийся буду таким голосом, а девушку буду все-таки более женственным, насколько это возможно для меня. Я сейчас болею. Хотя, вы знаете, я девушку неплохо озвучиваю. Вот когда озвучиваю что-нибудь, у меня нормально получается, но... Кхе-хе-хе-хе, сейчас я болею, извините, пожалуйста. Мне придется потерпеть мои скреперезные старческие эти... А это кто, спрошу? Доставай меч внизу. Кто говорит? Кто говорит? Здесь призрак ночи. Лесная фея, это точно! Ночи, ночи, призрак ночи. Извините за мою безграмотность, неважно. Меч! Мы теперь будем рубить врагов. Ох, уме, мы такая, как бы накачанная бомеха. Он особо рукой взял... Ай, бегите! Но, к счастью, у меня есть меч. Что-то, бегите от подобных встреч, наверное. Счастью, у меня есть меч. Вот! И бой, как он здесь выглядит. Это смесь... Это ожидание прием. Значит, когда мы достигаем приема, да, мы можем действовать. Видите, ребят, внизу? Там, где значок... Кто не играл в подобные игры? Значок врага, когда он дойдет до приема. Ход врага. В наш ход мы можем применять атаку, зелье, магию. То есть, типичная такая RPG-шка, как в финалке или в старт. Ну, то есть, такая G-RPG, да, по-моему, ребят? Простите, могу ошибаться или не G-RPG? В общем, не суть. Ну, я думаю, начнем с атаки. У нас есть удар мечом, исцеление, защита мгновенно применяется. Обычное время. Обычно. Не знаю, что насчет времени. Это время применения. Давайте. А, выбираем врага, которому применять. Кстати говоря, можем собрать здесь? О, смотрите! Мы даже... О! То есть, даже в бою мы можем добирать вот эти штуки. Это просто офигенно. Давайте. 5 повреждений. Вот так здесь проходят бои, ребят. Не знаю, как выглядит. Очень прикалывает. Хищный побег. С короной! Я принцесса, меня не смеет корону. Меня папанька любит, яси. Все, ну, мы быстро с ним разобрались. Дали нам просто с вами попробовать, каково это. Ну, прикольно. Я так понимаю, здесь какие-то, возможно, еще будут персонажи у нас. Там я вижу на нашей платформе места свободные. Возможно, временные персонажи. Возможно, невременные. Узнаем. Отец к тебе! Отец к тебе! Мой путь лежит! А кто такой отец? Скажите! Все просто. Это мой родитель. Направо к старому монастырю. О! Вот как туда забираться, ребят? Смотрите, вот можем там собрать. Давайте я прыгну, чтобы собрать. О! Я смог добрать. Давай, давай. Как с ним сражаться? А! Смотрите, я могу его слепить и проходить без боя. Очень крутая штука тоже. Но мы все-таки будем сражаться, потому что нам нужен опыт. Мы должны быть сильной, накачанной бабехой. Все рыжие, они накачаны. Замедлить врагов. Удерживайте над противником. А! Смотрите, мы еще читерить можем с помощью светлячка. Когда у него... Но у него кончаются силы. Надо это иметь в виду. Задерживая. В смысле он... Ребят, видите, он как бы... Его... Его ход, который ему предстоит сделать, он как бы дольше будет к нему идти, к этому ходу, поскольку он будет дольше выполняться у него шкала приема. Новый уровень. Мы вторую. Новый уровень. Повысили статуи, зашибись. И навык мы один прибыли. Убирайте новые навыки для Авроры. Я специально-то не стал здесь лазить, для того, чтобы нас к этому сами привели. Новые навыки, ребят. А, собственно говоря, я так понимаю, здесь такие, как три веточки. Звездный свет. Вспышка света направляется на одно порождение тьмы. Свет побеждает тьму. Долго применяется. Мощность 20 у него. Так, это мы изучили. Увеличивает максимальную ману на 1. И атака мощным лучом света с шансом 10% мгновенно убить выбранное порождение тьмы. Свет побеждает тьму. Очень долго. Мощность 24. То есть, помимо того, что, я так понимаю, мы этим лучом наносим повреждения, да, у нас есть шанс еще убить. У этого мощность 24, но причем применение очень долгое. У этого долгое. Я люблю рандомы, ребят. Я люблю, там, повезет, не повезет. И на боссы почему бы нет? Давайте. Не знаю, давайте. Я хочу так. Может быть, я сделал неверный шаг. Но, может быть, вы развиваете по-другому, если играете. Если вы просто смотрите, вы бы развили по-другому, вы там орете. Серега, дебил! Что-то надо было, то... Внезапная атака! Нападите на врага сзади. Ага! Вот так вот, сзади напало! А, да, внезапная атака. Что ж, а, внезапная атака позволяет нам сразу... Давайте проверим луч! Супер луч! Сейчас мы его ослепим немножко. Ну, честно, я ожидал более пафосного применения все-таки. Я думаю, вы тоже. И не так долго прям... А, я забыл собрать, кстати говоря, там энергию из этих. Целебный эликсир! Окей. Идем дальше. Давай-давай-давай-давай-давай! Сзади, давай-давай! Коварная шлюшка! Ой, извините, я... Ладно, шлюшка нормально сойдет. Вот, коварная баба! Женщина коварная! Они все меня понимают. Я сейчас Серегов правильно сделал. Я играл бы так же, собственно говоря, и напал бы на него. Так, на этот раз мы делимся с двумя врагами, что не очень приятно. А, вот мы ману здесь добираем таким образом. А-а-а! То есть надо собирать с умом их. Понятно. И вы теперь... Все понятно. Извините меня, если вы до этого уже додумались, зачем они расположены именно. Прервали мне? Нифига ж себе! Давайте лучом света его сразу убьем, чтобы он нам... мозги, так сказать, не компасировал. Отлично, я думаю, третий уровень взяли мы. Превосходно. Мы все сильнее. Я чувствую, как мои мускулы наливаются силой уровней. Доступны новые единицы навыки. Так. Повышает уровень защиты от магии на 5. Увеличивает максимальную ману на 1. И вспышка света направляет на 1 прожить мы. Но я не вижу смысла вот эту же часть сейчас. На данный момент только чтобы пройти дальше, возможно. Давайте пока не будем этого сделать. Увидишь шанс уклонения от атаки. Шанс здесь контракот прожить тьмы и навык тьмы. Повышает уровень защиты на 5. Увеличивает. А вот сюда что у нас? Увеличивает. Повышает уровень защиты. Мощный удар мечом. Я добавляю что-то магическое. Давайте. Я люблю играть магом. Магом или рогой я люблю играть. Пойду, мага. Я люблю, когда красиво. Здесь должна быть какая-нибудь красивая магия, которая будет красиво кастоваться. Ради нее я буду... Удерживайте левую кнопку мышки, чтобы он светил. Это мы знали. А! Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай сзади. Вот. Вот так вот. Сейчас мы с ним быстро расправимся. А, он еще и не один. Ах ты. Привел братана, значит, своего. Давайте с одним мы сейчас сразу разберемся. О, 14. Кстати говоря, мы с уровнем-то стали сильнее. И повреждения-то сильнее начали наносить. Может мы их уже в состоянии вырубить с меча? Давайте проверим. Не будем так... Прервано. Офигеть. Атаку мечом прервал. Ну, чувак явно офигенно бьет. Ну, видимо, пока корону поднимаем, она такая, да фиг с этим ударом мечом. Поднимай корону. Мне говорят, Серег, корону поднимай. Какая же я принцесса без короны? Целебный эликсир получили опять. Ни один мы пока не использовали. Тут можно наверх, кстати, забраться. Пойдемте наверх. Ребят, я просто в восторге от этой игры. Мне все нравится. Ой, дождь. Я дождь люблю, ребят. Пипец. Е. Подвинуть. Давайте подвинем. Видимо, да, чтобы забраться. Ну, вперед. Надеюсь, мы все еще держим путь в монастырь, да? Направо к второму монастырю. Королева света. Это вторая глава у нас, да? Или вторая часть, не знаю. Аврора, помоги мне. Все, извините, я думал, будет стишок. То есть, я такой же, видите, подготовился. А, смотрите, что мы можем с ним делать. Слепить его. Но мы до него достать почему-то не можем. Ну, в общем, Аврора, помоги мне. Я такой думал, сейчас стишок будет какой-то. Слеп! Ну, давай. Это внезапная атака? Да, это все еще внезапная атака в моем исполнении. Я, как всегда, внезапен и коварен. Видимо, я играю за женщину, но все-таки чему-то у них учусь. Давайте вот этого ослепим, потому что сейчас второй умрет. Да, второй. Откинул свои копытца. А, я забыл, мы же сможем с обычного удара их рубить, мужики. Я забыл. Мы уже достаточно накачали бицух, чтобы достаточно круто рубить с меча. Все, еще уровень, еще навык. Шанс склонения от атаки. А что там дальше-то? Повышает защиты. На всех, лучший свет на всех. Давайте пойдем по этому пути. Не будем изменять традициям. Так, откроем сундучок. Самоцветы. Наносит урон от огня в ближней атаке, хоть огонь побеждает землю, но бессилен против воды. Кстати говоря, я вот не пойму, знаете, что, мужики, а как... Почему вот здесь меч не показан, да? Снаряжение. Нет. А вот помощники у нас тут есть. Да, будут все-таки у нас ребят, которые будут с нами бегать. Я не буду ставить пока камни, знаете ли у нас оружие говеное пока. Ну, типа первое. Я даже не знаю, стоит ли. Наверное, нет. Паук преграждает нам путь. Непонятно, собственно говоря, зачем. Секундочку, у меня тут смс-ка пришла, ребят. Извините, пожалуйста. Вперед! Вперед, дальше! Или давайте, давайте на второй главе остановимся. Вот здесь. Как эти камни... Кто эти камни здесь сажал? Медняга ждет свой урожай. Хорошо. Не будем даже с вороном говорить, ребята. На этом мы закончим. Остановимся на второй главе. Надеюсь, вам понравилось. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал. Обратите, друзьяшки. Вступайте в группу ВКонтакте, группу Стиме. Там много интересного, правда. С вами был Серега Хелле. Счастья вам, здоровья, любви и прочих. Благ, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...